всем привет дорогие друзья из вот такой вот зеленой декабрьской алани сегодня 1 декабря и я к вам с новостями с радостными новостями и с самыми обычными которые стоит ожидать вот в этот весь период который мы все вместе проживаем самые главные новости об изменении ситуации в стране и о введении новых правил жизни чуть подробнее подробнее об этих правилах расскажет вам айхан чуть позже не забывайте включать субтитры а я расскажу о том что после того видео о новых правилах жизни о введении комендантского часа в пятницу субботу и воскресенье только с 8 вечера до 10 утра и до 5 утра понедельника сейчас с пятницы с 20 вечера до понедельника 5 утра введем полностью комендантский час выходить можно только в ближайший магазин за хлебом или на рынок за продуктами также запрещено сидеть в парках и на пляжах в общем сидеть запрещено помимо того что закрыты все кафе теперь если в парках или на пляжах стоят какие-то лавочки на них сидеть тоже запрещено поступил мне вопрос можно ли гулять гулять можно по берегу моря по паркам пожалуйста гуляйтесь только запрещено сидеть и собираться все те же правила по поводу разных возрастов они также присутствуют только на выходных как я уже сказал полностью комендантский час и сейчас айхан расскажет более подробно о том как работают различные учреждения и каковы правила этого самого комендантского часа не забывайте включать субтитры пандемии пандемии ли едини тендель субтитры динамом в общей субтитры динамом в общей субтитры пандемии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие вот, друзья, последние новости о ситуации, о том, какие постановления правительства вышли Но, как я вам говорила в начале, у меня были хорошие новости и обычные В общем, с обычными новостями мы закончили, а сейчас переходим к хорошим новостям Несмотря на всю эту ситуацию, еще в самом начале пандемии, в марте месяце Я говорила о том, что, пожалуйста, максимально полезно используйте вот это вот время Самое главное свободное время, которое у вас есть для того, чтобы повысить уровень своих знаний, профессионализма, изучить что-то новое И, несмотря на все вот эти вот неприятности, жизнь продолжается И все-таки нужно как-то концентрироваться на чем-то положительном Сегодня я вас познакомлю с совершенно уникальным человеком Которая приехала из России в Америку, из Америки в Турцию И самое главное, что она разработала совершенно уникальную программу по обучению игре на фортепиано для детей и взрослых Также эта программа используется более чем в 60 странах мира Большим количеством учителей И это настолько эффективно и интересно Сейчас мы отправимся в гости к Елене Владимировне Которая расскажет свою историю и далее покажет нам, как же быстро и эффективно научиться играть на фортепиано Если вы хотите это сделать на любительском уровне, либо на профессиональном уровне По ссылке в описании есть вся информация, заходите, смотрите А сейчас отправляемся в Димиртаж, где Елена Владимировна со своим мужем Александром Юрьевичем и проживаем Продолжение следует... Мы очень любим Аланию, потому что здесь мы просыпаемся и всегда широко открываем окна Потому что здесь очень много свежего морского воздуха Мы с удовольствием гуляем, дышим этим воздухом Мы смотрим на невероятные пейзажи здесь И здесь как-то понимаешь, что в этой жизни деньги не все, не решаются всю нашу жизнь Здесь просто наслаждаешься каждой минутой дыхания и видения того, что вокруг тебя Мы еще не изучили Аланию досконально, у нас не было так много времени еще Но судя по всему, это займет годы, прежде чем мы навестим все такие удивительные уголки здесь И увидим эту жемчужину поближе Идея попасть именно в Аланию пришла спонтанно Потому что появилось сначала желание уехать из США Мы здесь купили небольшую квартиру Она находится между морем и горами Здесь достаточно уютно Здесь достаточно приятно жить Как мы и ожидали, здесь цена-качество Такая пропорция, которая очень удобна для нас Можно сосредоточиться на дальнейшем развитии моей школы И здесь я очень рада, что мне это удается сделать Здравствуйте, меня зовут Елена Николаева Хайнер Я родилась в Ленинградской области Это было очень давно, очень давно И потом мои родители переехали на Украину Потому что мой папа был геологом И там он добывал марганец И вот в Украине прошли мои, так сказать, годы школьные Меня сдали в музыкальную школу И это оказалось вообще, как вы любите говорить сейчас, молодежь, жесть Потому что в этой музыкальной школе У меня был совершенно такой громадный когнитивный диссонанс Вроде с одной стороны я была достаточно, как я думала, умная девочка Потому что в школе училась я на одни пятерки А в музыкальной школе я была дура-дурой Вообще ничего не понимала Вот, мама пыталась мне помочь Она сидела рядом со мной Она записывала каждую ноту буквами, которые я должна играть Она помогала мне, как могла Но мы барахтались, как два щенка в большой луже У нас ничего не получалось И каждый раз, когда был академический концерт Я испытывала чувство, наверное, этого гадкого ученка Потому что прекрасные лебеди выходили на сцену Играли прекрасно, а я ничего не могла И вот в один прекрасный день Я встала утром и решила, что в школу я больше не пойду Потому что учитель на меня орал Она бросала ноты на пол Топала ногами Это был настоящий child abuse И я сказала, что с меня достаточно Видимо, я не музыкант И мне не нужно идти в музыкальную школу вообще Родители меня взяли в академотпуск И во время академического отпуска У меня вдруг случайно На меня снизошел абсолютный слух То есть, когда я слышала какую-то песню Или какой-то звук Я точно знала, что нужно и как играть Я садилась за фортепиано И просто подбирала по слуху Песни, которые я слышала по телевизору Но мои родители очень обрадовались Они взяли меня за шкирку И притащили назад в музыкальную школу И вот из гадкого утенка И самой плохой ученицы этой школы Я стала звездой этой школы Потому что соединив ноту, высоту звука И клавиши в своем уме С помощью абсолютного слуха Я приобрела способность читать нотный текст И мою самую первую пятерку я получила На выпускном экзамене этой школы Когда среди вот этих вот прекрасных лебедей Меня тоже поставили в список учащихся Которые, лучших учащихся Которые принимают участие в выпускном академическом концерте Вот такая вот интересная история жизни и создания программы У Елены Владимировны Если вам интересна ее история То я могу снять большое видео Интервью с Еленой Владимировной Потому что это действительно супер-мега интересно Ну а сейчас давайте перенесемся в наш офис И еще раз я вам покажу Как же мы практикуемся игре на фортепиано И каких успехов мы добились Потому что практикуюсь и я, и Айхан И получаем от этого огромное удовольствие Друзья, мы уже у нас в офисе Где у нас стоит синтезатор и компьютер Каким образом можно быстро и с интересом научиться игре на фортепиано? Я на фортепиано, на пианино, на синтезаторе Никогда в жизни не играла Никакой связи у меня с музыкой нет Я полностью человек, скажем так, визуального, изобразительного искусства Но все-таки мечты когда-то сбываются И все приходит в свое время Очень много раз я пробовала научиться играть на фортепиано Но это были просто ноты, черные ноты на белом И у меня не получалось Ну, возможно, не хватало терпения, времени Я не могла найти учителя Но именно сейчас, когда мое желание, моя встреча с Еленой Владимировной И, к сожалению, вот эта вот вся ситуация с пандемией Она наложилась И сейчас у меня есть и время И потрясающая программа, по которой я могу научиться Смотрите, какая система Для того, чтобы научиться, вам необходим синтезатор и компьютер Вы можете скачать демо версию и потренироваться Демо версия совершенно бесплатна И потом уже можете приобрести эту программу себе Демо версия Добро пожаловать в обморфенном Миньи Добро пожаловать в обморфенном Вегет Вегет Смей Программа Их Вегет Вегет Это пример того, как мы выстроили нотный текст черно-белый, тонкие линейки, большие пространства на одну линию, линию фокуса, потому что все языки мира однолинейные и мы просто человек имеет дело с одним, с одной дорожкой информацией. Потом я говорила о том, как мы расширили эти линейки, сделали зелеными линейки скрипичного ключа и коричневым басовым. И красные ноты это на линейках, а голубые между линейками. Дальше я говорила о том, что мы добавили картинки, чтобы подключить голос человека. До, ре, ни, до, домик крепко, мишка, мишка, пакел, солонка. Потом мы перевернули нотный текст, потому что он оказывается, это продолжение клавиши, продолжение линейки пространств. И мы также добавили голубую линейку, голубую клавишу, потому что вот это начало следующей октавы. И вот теперь ребенок может легко ориентироваться в линейках и пространствах. Эта программа учит их ориентироваться в многолинеечности. Посмотрите, как цветок распускается и заменяется бабочкой. Это начало развития и завершения звука, длительности. Мы преподаем длительности как процесс. Ну и самая, так сказать, азбучная презентация, это когда вообще никаких сомнений нет, что вижу, то и играю. Домик, репка, мишка, факел, солонка, лягушка, сито. Если я делаю неправильное движение, обратите внимание, как растет время справа. Видите, как растет время. Это время говорит о том, сколько требуется ученику найти правильную ноту и правильную клавишу. Таким образом, я сделала три ошибки, а мое отставание 25 секунд. Как я уже сказала, эта программа, она для начинающих, таких как я, для продолжающих, для родителей, для детей, для учителей, для школ. Потому что, как я уже сказала, этой программой пользуются в 60 странах мира и очень-очень большое количество школ и учителей, которые обучают детей. Также родители, либо самостоятельно обучающиеся. Я такой вот самостоятельно обучающийся. Помимо того, что существует эта программа, это еще и целая Академия музыки. Существует сайт, на котором есть форумы поддержки учителей, педагогов, родителей и так далее. В общем, смотрите, схема такая. У вас есть синтезатор, у вас есть компьютер. Вы загружаете эту программу к себе на компьютер и с помощью самого простого миди-шнура подключаете через USB-порт на компьютере. Здесь огромное количество уровней, целых, по-моему, 9 уровней. Есть библиотека. Вот, например, мы сейчас выберем одну из песен. И существуют вот такие вот подсказочки к каждой ноте. Здесь у нас на турецком, но они существуют и на русском, и на английском. Например, до, ре, ми, фа, со, ля, си. И видите, здесь в картинке на турецком это до, доматес, на русском это домик, до, домик. Вот с помощью таких подсказок мы играем. Первый уровень, это у нас выбираем, например, правую руку. И это у нас совершенно простой уровень, где мы играем по картинкам. Далее мы можем поменять, где мы играем уже не по картинкам, а по символам, по цветам. Далее мы можем перейти на горизонтальный нотный стан. Видите? Далее мы переходим опять на символы. И далее уже обычный нотный стан и самые обычные ноты. Включаем левую руку. Можно включать две руки, можно одну. Ну, в общем, вот такая вот программа, самая классная, что сейчас, опять же, плюс, находим плюсы из всей этой ситуации, то, что мы совершенно свободно можем дома обучиться игре на фортепиано. И самое главное, как я уже говорила, использовать время с пользой. Поэтому, друзья, пожалуйста, заходите по ссылке в описании, смотрите, загружайте, пишите ваши комментарии. Особенно, если вы профессионал, заходите, смотрите, будет очень-очень интересно. А мы продолжаем наше обучение. И я обязательно раз в неделю буду вам сообщать о том, какие у нас успехи. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите все предыдущие видео, потому что только у нас вы узнаете все самое интересное и полезное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. И, конечно же, пишите в комментариях, какие темы вам было бы интересно посмотреть видео. Мы обязательно сделаем, потому что мнение наших подписчиков для нас очень важно. Ну, а на сегодня я со всеми прощаюсь. Всем хорошей зимы, будьте здоровы и, конечно же, приезжайте в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!